Здравствуйте друзья и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы посетим еще один проект, который открылся совсем недавно и находится в стадии бета-тестирования. Называется этот проект GoldRP. Естественно построенный на базе игры GTA V и расположенный на мультиигровой платформе Rage MP. И как вы можете заметить, встречает нас вот такая вот живая красивая анимированная заставочка, где мы регистрируем нашего персонажа. Выглядит все очень и очень симпатично. Ну переходим далее на само меню персонализации нашего персонажа, которое выполнено, ну я бы сказал, обычным способом. Ничего тут такого удивительного нету. Заменена цветовая гамма, ну а так это достаточно стандартная менюшка, которую можно встретить очень часто. Создаем своего персонажа, не буду углубляться в это меню, потому что действительно ничего уникального здесь нету. Создаем своего персонажика, похожего чем-то, почему-то у меня получился на блогера Vigabonda. И с этим вот Vigabonda заходим на проект. Ну а проект, в свою очередь, встречает нас с каким-то нестандартным местом появления. Это все тот же аэропорт, но только точка появления. Совсем находится в противоположной стороне от того места, где мы привыкли. Но это тоже самый аэропорт. Здесь же в аэропорту нас встречает вот такая вот делегация из NPC-шек, каких-то геликов. Но, к сожалению, все то, что мы сейчас видим, это просто... Ну просто боты. Вот нету никакого начального меню, знакомительного меню. Они просто стоят. Я попробовал с ними позаимодействовать. Ничего не происходит. Просто вот такой вот антураж сделали. Да, интересненько, да, приятненько. Но, тем не менее, никак это не работает, в общем-то. Это бесфункционально. Ну, далее по стандарту получаем арендованную технику. Здесь добавлено место мопедов. Мотоциклы. Мотоциклы прикольные. Достаточно быстро передвигаешься по карте. Что же касаемо самой карты, то вот тут у меня тоже есть придирки. Во-первых, проект нас встречает какими-то новыми картинками, да. И интересная заставка. И вот это вот, когда мы появляемся на проекте, вот это кортеж, да. И вот это новая карта. Но карта работает некрасиво. Да, на нее наложили объемные текстурки, но работает это очень кривенько. Кривенько, и это визуально неудобно. Иконки очень мелкие, и на цветной объемной карте их практически не видно. Ну, и как она работает, вы, наверное, сейчас видите. И когда приближаем, эта текстура пропадает, пропадает не полностью. Ну, вот такое вот. Вообще, я считаю, что, ну, не надо было менять вот эти вот текстуры карт, потому что не зря делаются карты однотонными. Это делается для того, чтобы тому, кто пользуется картами, было легко читать то, что написано на картах. Поэтому карты не делаются пестрыми. Ну, а здесь вот решили обыграть так. Ну, да, это в какой-то степени свежо, но выглядит и пользоваться этой картой очень и очень неудобно. Все равно приходится приближать, делать так, чтобы вот эта вот текстурка исчезла. Ну, а зачем тогда она вообще нужна? Ну, и очень мелкие иконки. Очень мелкие. Ну, это то, что касаемо карты. Ну, а так как никаких начальных квестов нам не предлагается, никакого ознакомления тоже нету. Этот набор из ботов и геликов, это просто антураж. Ну, и надо сказать, что вот на этом все красоты этого проекта закончились. Я показал вам, наверное, 90 процентов всего проекта. И почему же так? И внимательный зритель, наверное, заметил, что видео-то очень короткое. Почему же так? Да все очень просто. Едем в мэрию, мэрия выглядит вот таким вот образом. Открываем двери мэрии и уже начинается понимание того, где мы находимся. Это обычный редейдж. Подходим к стойке и вуаля! Это обычный редейдж. Еще одна, я уже не знаю, какая по счету сборка, какой по счету проект, который я показываю на вот этой вот сборке. Практически никак не изменена. Вот один в один это обычный редейдж. И что здесь показывать? Работу газонокосильщика? Инкассатора? Может быть электрика кто-то не видел? Что я могу здесь показать? Поэтому и видео такое короткое. То, что было на этом проекте, я уже показал. Красивые заставочки, делегация, нестандартное место, на мой взгляд, не пришей к звезде рукав, наложенный на карту, в виде текстуры какой-то. Ну, вот это все, что я могу показать. Потому что в основном это все тот же самый редейдж. Телефон? Ну, все-все-все. Все взято с редейджа. Показывать здесь нечего. Но в какой-то момент появился, видимо, администратор, потому что появился он из ниоткуда. И предложил мне показать то, что есть интересного и уникального на этом проекте. А именно, добавленная работа фермера. На эту работу мы с ними поехали. Вот на его мотоцикле через всю карту. Каково же было мое удивление, когда я увидел, ну, уже заезженный скрипт на работу фермера. Я его неоднократно показывал. Как это делается, ну, на каких проектах это покупаем зерна, ходим по точкам. Я уже это показывал, эту кривую анимацию, которая не настроена. И, видимо, ну, так вот она в скрипте в этом прописана. И никто это уже, наверное, никогда в жизни не поправит. Но, тем не менее, вот эту работу я уже показывал. И вот в заставочке в правом верхнем углу вы это видите, что я это уже показывал. То есть даже это, то, что они считают, ввели что-то новое, я уже показывал, я это видел. И это не новое. И работает, кстати говоря, это рабочее занятие, этот скрипт, ну, кривовастенько, кривовастенько. Хотя надо отметить, что здесь над ним все-таки поработали. И торговцы зернами поставили в какой-то ларечек. Ну, а хотя вот на второй части этого рабочего занятия ничего не изменено. Все один в один, как я уже показывал. Поэтому вот и все. Все, что я мог показать, я вам показал. Вот такой вот проект. Очередной проект. И я уже говорил, что, ну, мне на самом деле жалко редейджерскую сборку. Когда-то кто-то старался, делал, а теперь она ходит по рукам, и каждый, кто как может, над ней издевается. Ну, а по-другому я просто не могу сказать. Не могу ничего про это сказать. Ну, это действительно какое-то издевательство над редейджерской сборкой. Ну, а посему и проект, на мой взгляд, проходной. Я не думаю, что здесь будет какой-то аншлаг или какой-то онлайн. Если вам понравился данный проект, то заходите и играйте. Получайте удовольствие. Отыгрывайте РП. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...